Приветствую вас, и если говорить про причину агрессии, то это всегда внутренний конфликт, неудовлетворенность, а и внутреннее напряжение. Здесь очень важно, чтобы вы сами для себя определили, что именно не соответствует тому, чего вы хотели бы, хотите и хотели бы, что именно идет не так, как вы того желаете. И почему? Вот это и является по сути причиной вашей агрессии. Неразрешимый внутренний конфликт. И негатив, который у вас в результате этого появляется, негатив, который у вас в результате этого образуется, естественно, выплескивается на самых близких, на самых родных и любимых. Потому что больше не на кого. Потому что больше никто не будет вас слушать. Никто не попадается вам в подругу. Соответственно, чтобы это остановить, необходимо первое и самое главное. Чаще думать о себе. Чаще быть уединенным. Чаще отдаляться немного от вкручающих, чтобы понимать, кто вы и куда идете, куда стремитесь. Полагаю, что речь идет здесь о социальных ролях. То есть, вы отыгрываете социальные роли, вы чувствуете обязанности, чувствуете ответственность и так далее. Но при этом, при этом, вам безусловно не нравятся какие-то моменты. И вы вовольны перестали себя чувствовать именно личностью. Чтобы это восстановить, необходимо быть в уединении. Привести свои мысли в порядок. А дальше? Дальше организовать вот что. Какие-то мысли сделайте недоступными для других. Чтобы никто никогда об этом не знал. Чтобы никто не имел доступа в некоторую часть вас. Где хозяйничаете. Где властвуете только вы. И вокруг себя создайте некую область, которая принадлежала бы только вам. Где вы были бы самой собой. Где вы могли делать все, что вы хотите. Ну и, конечно, рекомендуется наладить досуг. Больше отдыхать, правильнее отдыхать. Хоть бы заняться спортом. Как-то расслабляться, релаксироваться. Могут пройти отдравительные курсы в санатории. Но это уже скорее сопроводительные элементы. Которые направлены на устранение последствий. Устранение последствий того, что у вас есть. А первая причина кроется в неразрешенном конфликте. И пока он будет, у вас будет эта самая агрессия. И самое главное нужно понять, что подобные проявления, они вредят не только окружающим, но и очень сильно вам. Вашей нервной системе, вашему головному мозгу и организму в целом. Поэтому затягивать с выявлением первой причины не стоит. Постарайтесь как можно быстрее выбрать эксперта на нашем ресурсе. Записаться на консультацию и решить проблему. И тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.